Футбол В соревнованиях могут участвовать только два. Воровые команды для ребят, успешное выступление в краевом турнире «Единая Россия» и уникальная возможность попасть в мир профессионального футбола в Енисей. Есть молодежь, которая попадает в сборную команды, которая приезжает в город Красноярск, продолжает учебу. И мы надеемся, что под присмотром наших тренеров, которые в школе работают и в городе Красноярске, из них вырастет не только футболист, но и нормальный спортсмен, человек, который будет заниматься физической культурой, будет здоровым, крепким, сильным. Число участников с каждым годом растет. В течение недели состоятся предварительные этапы. За победу будут биться 200 команд. Это самый массовый детский турнир в крае среди спортсменов-любителей. Проведение таких мероприятий и развитие спорта, создание соответствующей инфраструктуры в крае – одно из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия». Все это должно быть доступно в первую очередь детям, считают партийцы. В крае реализуются федеральные и региональные программы – 500 бассейнов, школьный спорт, урок физкультуры 21 века, дворовый тренер и другие. Для нас, наверное, главное не спортивные достижения, а то настроение, с которым сегодня молодые ребята занимаются спортом и те условия, наверное, инфраструктурные, которые мы создаем, опираясь на вот эту общественную поддержку. То, что связано с строительством искусственных полей, с развитием плоскостных сооружений в городе Красноярске, спортивных, футбольных и хоккейных площадок, новым проектом «Турник в каждый двор». И оснащение города турниками, и проведение дворовых соревнований – все это с ранних лет приучает детей к здоровому образу жизни. И проведение краевого футбольного турнира – очередная ступень к этой цели. Финал его состоится совсем скоро, 1 сентября, в День знаний. Организаторами традиционно являются Министерство спорта, туризма и молодежной политики края, Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» и футбольный клуб «Енисей». Сергей Мурзин, Горгий Аргян, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24.